Сегодняшнее видео будет полезно фотографам, особенно тем, которые чаще фотографируют обычных людей, а не профессиональных моделей. Также тем, кто не занимается профессиональной фотографией, но часто фотографирует своих друзей. И тем, кто чаще оказывается по ту сторону камеры. Я расскажу о том, как позировать так, чтобы получаться на фотографиях красиво. Выпуск будет состоять из двух частей. В первой поговорим про самые базовые правила. О том, как встать, куда деть руки, как расположить ноги. А во второй части про более креативные способы позирования. Причем не так важно, фотографируют вас или фотографируете вы. Если фотографируете вы, то вы сможете подсказать своей модели, как правильно встать и расположить руки. Потому что очень часто люди без опыта легко теряются перед камерой, становятся неестественными и зажатыми. Если фотографируют вас, то вы сможете наиболее продуктивно провести фотосессию. Потому что фотографу не придется отвлекаться на то, чтобы сказать вам, как правильно встать. Он сможет потратить это время на поиск интересных ракурсов. Этот выпуск будет больше ориентирован на позирование для девушек, хотя базовые принципы работают и для парней. Но все-таки в мужской фотографии есть свои особенности, поэтому для этого мы лучше сделаем отдельный полноценный выпуск. Начну с универсальных правил расположения корпуса рук и ног, потому что это первая трудность, с которой сталкивается человек, не имеющий достаточного опыта в позировании. Как правильно встать, как расположить руки, а если фото в полный рост, то еще и ноги тоже надо как-то поставить. Просто выполняя эти базовые правила, вы уже точно получите очень хорошие снимки, даже без особых задумок и креатива. В первую очередь ваши руки должны быть расслабленными. Напряжение в руках будет заметно на фотографии и будет делать ее неестественной. Теперь обратите внимание на пальцы. Кисть будет смотреться выразительнее, если пальцы слегка согнуть, а саму кисть повернуть вбок. Повернутая прямо на камеру кисть выглядит больше, а сбоку гораздо более красиво. Если складываете руки на груди, не прячьте пальцы внутрь, чтобы руки не обрубались. Кисть не кладите прямо, она будет выглядеть больше и грубее. Поворот чуть вбок и расслабленные пальцы сделают ее гораздо нежнее и красивее. И никогда не прижимайте к себе плотно руку или кисть, чтобы они не расплющивались и не выглядели толще. Если решили сделать фотографию с поднятыми руками, ни в коем случае не направляйте локоть в камеру. Рука смотрится очень странно и негармонично. Отведите локоть в сторону и экспериментируйте с положением рук и пальцев. С корпусом все просто. Приучите себя держать спину прямо. Этот совет вас никогда не подведет и результат, который вы увидите на фотографиях, вам точно понравится. Для более креативного результата с осанкой и положением корпуса можно экспериментировать. Но если говорить про базовые правила, то прямая спина – это маст. Сначала так, потом эксперименты. Не позируйте коленями вперед, особенно если вы решили поднять одну ногу. При таком ракурсе будет выглядеть, как будто ноги нет. Чтобы показать обе ноги, разверните колено поднятой ноги вбок. Поставить обе ноги ровно вполне допустимо, и такие позы используются в профессиональных фотосессиях. Но я уверена, что вы сами себя будете чувствовать гораздо комфортнее, если слегка согнете одну из ног и выставите ее вперед. А если еще изменить ракурс на чуть-чуть снизу, то ваши ноги будут смотреться еще длиннее. Для фотографий сидя советы все те же. Сесть лучше на край, не полностью расположиться на стуле, диване или, допустим, ступеньке. Так поза будет выглядеть аккуратнее. Ноги не располагайте прямо в камеру, лучше поверните их слегка боком и немного согните. Нога, которая ближе располагается к камере, должна быть более вытянута. Спина прямо, руки расслаблены. На этом все про базовые принципы, и дальше я расскажу про несколько интересных вариантов позирования, которые, на мой взгляд, всегда смотрятся супер удачно. Хотя, как я уже говорила, следование даже этим базовым принципам уже позволит сделать вам крутые снимки. Но чтобы довести их до идеала, понадобится фоторедактор. Я использую только Фотомастер. Очень классный фоторедактор, который шустро работает на любом компьютере. К тому же он на русском языке, что добавляет комфорта в работе. Все нужные инструменты очень легко найти. Я могу подправить кадрирование, подправить экспозицию и скорректировать цвета, чтобы мой снимок смотрелся еще круче. И даже сделать легкую ретушь лица. Можно не только легкую, просто я стараюсь принимать себя и свои недостатки. А так, возможности редактора Фотомастер помогут воплотить вам все ваши задумки. И сделать ретушь, например, того уровня, который вы считаете нужным. И я не только хочу поделиться тем, как мне нравится этот фоторедактор, но и одной не менее важной новостью. По секретной ссылке в описании вы можете получить Фотомастер со скидкой 60%. Только по этой ссылке. Поэтому, чтобы не потерять ее, переходите по ней, а я продолжаю. Теперь я расскажу про несколько конкретных способов позирования, которые я и люблю использовать на съемках. Все базовые правила здесь также работают, поэтому держим их в голове. Есть два способа съемки в движении. Первый – это оставаться примерно на одном и том же месте и переминаться с ноги на ногу. Второй вариант, и он у меня ближе, это начать двигаться, пока фотограф делает серию снимков. Они получаются очень живыми. Выберите, какой стороной расположиться к камере. Уберите с этой стороны волосы за ухо, а затем как бы повторите это движение уже на камеру. Не забывайте следить за рукой и пальцами. И даже просто прикосновение к волосам тоже смотрится отлично. Расположите руку вдоль лица или даже слегка закройте пальцами лицо, как будто стесняетесь. Главное, как всегда, следить за расположением кисти и пальцами. Или один из самых классических вариантов – это поза мыслителя. Она смотрится задумчиво и всегда уместно. Главное опять следить за положением кисти и пальцев, чтобы рука выглядела красиво. И не давите слишком на руку подбородком, скорее слегка прикасайтесь. Садитесь на край и под углом примерно 45 градусов к фотографу. Скрестите ноги, нога ближе к камере должна быть сверху. Упирайтесь обеими руками или одну расположите у лица. Одежда может стать вашим помощником. Используйте карманы, одевайте или снимайте одежду, делая серию снимков. Такие фотографии будут дерзкими и очень динамичными. Казалось бы, когда мы говорим про позирование, это уже не про то, как быть собой. И в какой-то мере это так. Но стоит получать от этого удовольствие, потому что у вас появляется возможность побыть немного актрисой и вести себя не совсем так, как в повседневной жизни. Но поскольку мы все-таки не профессиональные актрисы и модели, не стоит переигрывать слишком сильно. Это может стать причиной того, что вы получите снимки, на которых просто сами себе не будете нравиться. Поэтому все-таки стоит при позировании выбирать то поведение, которое вам более свойственно и комфортно. Пусть снимки все-таки будут в вашем стиле, более романтичные или сдержанные. Мне такой вариант, например, ближе. На снимках я люблю выглядеть дерзко или задумчиво. Какая-то романтичная нежность мне не совсем свойственна, и я не буду активно ее использовать при позировании. А еще не ленитесь собрать мутборд перед съемкой. Это позволит вам провести ее более плодотворно и интересно, не зацикливаясь только на тех позах, которые вам известны. В инстаграме или пинтерист огромное количество референсов. Напишите в комментариях о фотосессии в каком стиле вы мечтаете. А если в этом видео была полезная для вас информация, пожалуйста, поставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Мы делаем много полезных выпусков и для фотографов, и для тех, кто сам хочет лучше выглядеть на фотографии. Спасибо, что провели сегодня со мной время. Скоро увидимся. Хорошего вам дня!